Апрель. Время вставать на лыжи и покорять вершину земли. До старта новой девятой полярной экспедиции на Северный полюс осталось пять дней. В составе команды под руководством известного путешественника Дмитрия Шпаро, школьники, кадеты и студенты из разных регионов страны. Семерку смелых ждет неделя приключений в суровых условиях. Как готовятся участники и чего опасаются, расскажет Александр Лякин, который вместе с ними отправится в арктический поход. Вот. Лямки сюда, пояс на пасту. Все регулируется по длине. Арина подгоняет под себя лямки от саней, с которыми должна будет целую неделю идти пешком до Северного полюса. 110 километров на лыжах от дрифующей станции Борнео до точки, где сходятся все меридианы. Она одна из семи школьников, которые прошли отбор, чтобы вместе с известным путешественником Матвеем Шпаро отправиться в арктическую экспедицию. Я мечтала собирать волокуши, готовить снаряжение. Я мечтала лететь на Шпицберген, проснуться на Борнео, побывать на вертолете. Потом вот все от и до для меня это Северный полюс. Чтобы осуществить мечту и оказаться в числе счастливчиков, побывавших на Северном полюсе, надо очень многое уметь. Починить лыжи, быстро поставить палатку, высушить на морозе промокшую одежду и быть готовым часами идти на лыжах сквозь ледяные торосы, таща за собой сани, в которых 50-70 килограммов груза. Эти лыжи созданы специально для таких вот путешествий по снегу, где его очень много, где нужно преодолевать большие сугробы. Они чуть шире обычных и крепления созданы специально под ботинки, как хаски. Это кадры прошлогодней экспедиции. Арктический ветер, нагромождение льда, скрытые под снегом полыньи и надежда только на собственные силы. Труднее условий придумать невозможно. Несмотря на достижение цивилизации, теплую синтетическую одежду и спутниковые телефоны, Арктика остается одним из самых суровых и опасных мест на Земле. Если происходит какая-то серьезная ситуация, например, буря или шторм, никакой ведь спутниковый телефон тебя оттуда не эвакуирует. Да, ты дозвонишься, но ведь никакой вертолет в шторм к тебе не прилетит. И бороться со стихией ты будешь один на один. Все ребята физически крепкие, у большинства спортивный разряд. Но, как говорят опытные путешественники, новичку важно еще и не запаниковать, оказавшись в ледяной пустыне, где на сотни километров ни одной живой души. К этому путешествию морально готовятся и участники экспедиции, и их родители, которые семь дней не будут получать от своего ребенка никаких известий. Мама моя с таким замиранием, с одраганием сердца меня отпустила. Папа, конечно, безумно рад, потому что ему это по душе. Он очень часто ездит в командировки, в такие северные места. И он был очень рад. Тем более, он приезжает 24 числа с командировки с Африки, а я прилетаю с Арктики. Матвей Шпаро не первый год вводит экспедиции на север. О смысле и целях этого путешествия он может рассказывать долго. Это и популяризация арктических исследований, и нашего стратегического присутствия на полюсе. Но главное — это дать детям мечту, научить их ставить перед собой самые невероятные цели и добиваться их. Вот эти все ребята, мальчишки, девчонки, им 16-17 лет, они после путешествия вернутся к себе в регионы. И вот в своих регионах они станут такими вот маяками, вокруг которых начнут транслироваться какие-то правильные ценности, правильные волны. Юные путешественники говорят, что не боятся 40-градусных морозов. А вот оказаться рядом с белым, хозяином здешних мест, опасаются. Самая серьезная трудность — это белый медведь рядышком. Но я думаю, что с такой командой и с такими путешественниками, с которыми мы идем, это будет не так страшно. Кроме руководителя экспедиции, проводника и доктора, с детьми пойдут корреспонденты и оператор Первого канала. Итоги экспедиции будем подводить вместе и надеемся, что будет это на Северном полюсе. Александр Лякин, Сергей Мухин, Сергей Левашов, Первый канал.